Дежурные и организаторы ЕГЭ начали работать задолго до прихода выпускников. С утра готовили стенды со списками. Сложно сказать, кто волнуется больше – школьники или педагоги. На организаторах лежит большая ответственность – провести экзамен четко по правилам. Надо 8.30, чтобы здесь находиться за полтора часа. А пришли 8, потому что тоже волнение, чтобы не опоздать. К сегодняшнему ЕГЭ ребята подошли на удивление спокойно. Минимум волнения и максимум уверенности, даже несмотря на то, что эта ночь перед экзаменом была бессонной. Ну, сильного волнения ни по какому предмету нет, но по физике больше всего. Ты уверена, что знаешь, да? Да. Преподаватели, как и родители выпускников, волнуются за своих подопечных. Еще бы, ведь именно они готовили этих ребят к одному из самых сложных школьных испытаний. Действительно, волнение очень большое. Спала плохо. Занимались вчера с ребятами полный день. Есть о чем переживать. Английский, немецкий, испанский и французский. Два последних языка из этого списка в нашем округе не изучаются. Но французский в этот день все-таки сдают. В Ненинском округе ЕГЭ по этому языку проводится впервые. Его пишет Мария Сотина. Девушка 5 лет жила во Франции. За это время овладела свободной речью. Оценки во французской школе это подтверждают. По 20-балльной системе. У тебя какая оценка? У меня было 18,5. А у французов самих кто разговаривал на своем родном? Ну, там были, думаю, плохие оценки, как у нас тоже. Ну, 14 там были, там 20 у кого-то было. Но я просто старалась хорошо сочинение писать и учить домашнее здание. Девушка уверена, все получится. Время на размышления есть. На экзамен по иностранному языку отведено 3 часа. На физику 3 часа 55 минут. А чтобы получить положительную оценку, выпускникам необходимо будет набрать как минимум 20 баллов по иностранному и 36 по физике.